Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показываю этого по дому. И сегодня речь пойдёт о Роберте Шекли. Роберт Шекли – это фантаст эпохи расцвета англо-американской фантастики. Это вот тот самый зачинатель огня, тот самый основоположник в жанровом смысле слова. Шекли не просто вошёл в золотой зал славы американской фантастики, он ещё и является одним из излюбленных чтений, я бы сказал, советского любителя этого жанра. Потому что переводить его начали давно. Переводили далеко не всё. Многое было абсолютно непроходимо. Это точный термин литературоведческий, социологический. Непроходимо по цензурным соображениям. Давайте не забывать, что любой текст оригинальный переводной в советское время должен был быть залитован. За фантастикой следили в оба глаза. Сомнительная штучка. Что-то они там такое вот антисоветское всё время проскальзывает. А цензоры пуще всего боялись, как бы что ни прилетело. То есть, если ты пропустишь эту вещь, то ты пропустишь её на свою голову. Обвинят кого? Автора-то само собой. Редактора тоже снимут с должности. Или там ответственного секретаря. А цензору прилетит по полной, потому что он за это отвечает. Поэтому это была очень жёсткая система. Ладно, я отвлёкся. Итак, Роберт Шекли был как раз ироник. Он человек, который всё время над чем-то издевался, над чем-то иронизировал, подшучивал. Это удивительнейшим образом сочетается с особой теплотой, добротой его сюжетов и его текстов. Хотя некоторые из них, в общем, не отличаются, скажем так, гуманностью. Героям там в конце приходит большой корчун, катураж, вспоминая «Подземелье и ведьмы» другого автора. И, в общем, целым мирам тоже иногда приходит катураж. Но если говорить серьёзно, то у Шекли есть три основных направления, в котором движется его ирония. Первое – это социум, как таковое. Он смотрел на общество, на обычный среднеамериканский социологический срез того, что вокруг него. Он видел мотивы людей, видел, как всё это устроено. И там, видит Бог, было что покритиковать. Он имел хорошее представление о том, что происходит в Восточной Европе, в СССР, в других странах, которые тяготели, либо напрямую относились к тоталитаризму. И ему не очень хотелось превозносить происходящее там. Он разделял соответствующие ценности. Но тоже, соответственно, никогда не занимался классической антиутопией и классической политической сатирой, закримированной под фантастику. Даже в корпорации «Бессмертие», даже в таких-то вещах. Второй объект его иронии – это культура. Мировая культура, начиная с мифологии, фольклора и заканчивая современной текущей литературой, ему было приятно подшучивать, понимать, где здесь условные границы. Условно говоря, где здесь кончается пространство сцены, и начинается задник с нарисованным, не знаю, камином, очагом, как в Буратино. Или какими-то другими идеальными, идеализированными конструкциями. Ему было интересно иронизировать над культурой. Третье – это, конечно, самоирония, и самоирония жанровая. То есть, он прекрасно понимал, насколько условны все вот эти фантастические приемы. Типовой набор элементов. Это же, как я всегда говорю, набор кубиков лего. То есть, у нас есть буквально стандартные ходы, из которых можно, как из пазла, собрать некую конструкцию. И весь талант автора состоит в том, чтобы, пользуясь этими готовыми решениями, а благо они есть уже на все случаи жизни. От путешествий во времени до полета в другие галактики. Вот и концепция мультиверса, мультивселенной до каких-то сказочных иных измерений с таким фантастическим уклоном в мир сказки и волшебства. И в результате у нас получается, самая суть талантливого писателя в том, чтобы выламываться из этих рамок. То есть, из стандартного пазла собрать что-то необычное, умудриться из лего сделать, не знаю, Джоконду, это действительно сложно. И вот у меня в руках «Лабиринт Фавна» Роберта Шекли. Как всегда, издательство «Текст» удивляет и радует небанальным выбором произведений. Потому что эти романы не то, что мимо меня прошляют, мне кажется, они, в общем, заслуживают гораздо большего внимания, чем оно есть на самом деле. Произведения все очень интересные. И «Лабиринт Минотавра», и, собственно говоря, то, с чего это начинается, я уже не говорю об алхимическом мальяже, и «Божий дом». «Божий дом» более такой символичный отчасти, но когда ты читаешь эти вещи Шекли, ты понимаешь, откуда все это выросло. Я всегда об этом говорю. Те, кто хорошо знает историю, кто понимает, что такое война «Алые белые розы», и, соответственно, читал Вальтер Скотта по этому поводу, и, соответственно, читал хроники шекспировских королей, значит, Шекспира по этому поводу, тем гораздо интереснее смотреть «Игру престолов» и читать «Песни льда и пламени», потому что они видят стереоскопическую картину, они видят, из чего это сделано. Кому-то это мешает, и говорят, ой, ничего, не хочу знать про вашу эту Скандинавию, да, у меня есть Толкиен. Он такой цельный, как крепкая, и волшебный, как хрустальный шар с магией внутри, вот, я не хочу его разбирать на запчасти. Нет, речь идет не о том, чтобы алгебра и гармонию поверять, речь идет о том, чтобы видеть, как это сделано. И вот для меня, например, знаменитые американские боги Геймана никогда не были закрыты вот такой вещью в себе, да, я прекрасно видел, из чего они собраны, вплоть до энциклопедической информации, которую можно найти и на русском, и на английском. Вот, и сейчас я нашел еще один источник, потому что действительно Шекли, ну, как бы, не то чтобы предосхитил, я не берусь об этом судить, я не знаток англо-американской фантастики, да, но больше всего это похоже на две вещи. Да, вот на такого Геймана он очень разный. Нил Гейман пробовал и так, и эдак поворачивать свое дарование, вот, с разных сторон его разрабатывать, да, то есть это действительно очень интересный автор внутри себя такой, неоднородный, да, вот. И вот с этой стороны, со стороны мифологической, он очень похож на «Божий дом» Шекли, и действительно, мне кажется, что он внимательно прочитал какие-то из этих книг. Вот, а второй, значит, референс, это, конечно, «Великий гусляр» Кира Баучева, который я люблю, который я читал не весь этот трио таких тома. Я, может быть, и весь его читал в детстве, но я уже забыл часть сюжетов за это время, да. Перечитывать обязательно возьмусь на старости лет, потому что это будет такое ностальжи. «Великий гусляр» – это именно ироническая фантастика. Там в этот северо-западно-русский городок, такой маленький, такой вот провинциальный, вот, значит, прилетают инопланетяне, пришельцы из других измерений, фантастические существа, там происходят неведомые, непонятные, несуразные, да, и всё это, значит, вот в абсолютно привычных, таких практически сельских, таких вот затрапезных советских декорациях, да, быта. Это вот так вот смотрится до сих пор, несмотря на то, что, собственно, сатирические поводы и вот эта фактура, да, она давным-давно ушла в прошлое. Рассказы не стареют. И самое главное, что роднит Шекли и «Великий гусляр» – это бесконечная доброта автора к многим персонажам, даже если они того не очень заслуживают. С чего начинается, значит, Божий дом? Должен же я вам как-то рассказать. Значит, живёт себе Артур Мифовок, он специалист, ну, вы сейчас сказали, историк-филолог, на самом деле он специалист по Ближнему Востоку, он разбирается и в мифологии, и в фольклории, и во всех их тонкостях, да, Шумера, Вавилон, Осирия. Вот он там, значит, существует, а в реальной жизни он недотёпа, да, он не богатый, не такой младший братец из сыновей Ананси Геймана, да, то есть, ну, такой вот не очень, несуразный какой-то человек. К нему приходит некий сирийский пожилой джентльмен, который его хвалит за статью, а надо сказать, что статей у него опубликованных целых одна, вот, ну, или около того, то есть, во всяком случае, хоть как-то замечено учёным миром именно одна, вот. И вот ему, рассыпаясь в комплиментах по поводу этой статьи, посвящённой древней мифологии, приходит некий человек, представляется Аводар, это не случайное имя, погуглите, если не знаете, значит, и он приносит ему некую книгу древнюю, которую на родине хранить смертельно опасно, поскольку радикальные исламисты просто казнят за меньшие, да, за случайное упоминание кого-то там из языческих реалий, да, вот. Причём, вы же знаете, что там в топку шло всё, античность, любое другое язычество, мифология, культурные памятники, развалины, археология, всё. То есть, там наступил религиозный радикализм, вот. И он, спасая семью, волей судья показался во Флориде, США, да, и вот пришёл к этому Артуру и принёс ему книгу. А тот говорит, ну, продайте её, это же бесценная вещь. Он говорит, ну, знаете, без провиденца, без, то есть, истории происхождения, это не артефакт, это не предмет антиквариата. Несколько сотен долларов я за неё выручу, мне больше никто не даст. Надо обязательно расписывать и объяснять полностью происхождение любого предмета искусства или истории. Это требование любого аукционера, да, не только аукционного дома и так далее, любого специалиста. Соответственно, я, говорит, лучше вам её подарю, я вижу, что вы специалист, вам она нужнее. Вот. Параллельно идёт такая история, значит, завязочка. Артур, значит, связывается с Эмми, его приятель, он махинатор на бирже. Они играют на понижение, а в этой игре очень важно, чтобы кризис состоялся, да, чтобы, значит, и вдруг все ставки пошли наверх, да, и это такая сделка, в которой нету лимита на минус, да, то есть, вот, я не знаю, как это описать русским литературным языком. Короче, наш дорогой Артур становится должен там миллион долларов, да, хотя вложил там 32 тысячи, ему дядюшка завещал с дуру. Вот он и, значит, вложил. А как так получается, ну, вот, на то и на капитализм, да, знаете, такие вещи не страхуются. Вот. Ему требуется помощь какая угодно, от кого угодно, иначе его ждёт с распростёртыми объятиями закон и тюрьма. Вот. Поскольку он, конечно, несостоятельный должник, продав всё, он даже небольшой части от этого долга не покроет. И Артур обращается к высшим силам и попадает в дом для престарелых на облаке, находящийся где-то там, для, скажем так, божеств на пенсии. Божества там разные. Некоторые впали в деменцию, некоторые просто лишились веры, почитания. Привет тебе, Нилу Геймана, американские боги, и иссякли их силы, соответственно, да. А другие за не очень хорошие вещи туда помещены. В том числе божество, которое такой, некая поместь Вакха и Локи, значит, которого зовут Листячок. Сразу становится понятно, что что-то не то с этим Листячком, да. То есть, вот он не просто так его туда попросили вежливо в этот дом престарелых направиться из определённого места ссылки для устаревших божеств, потому что на самом деле они не очень хорошо, да. А у него, у этого Листячка, большие планы. И он этого Артура подбивает заключить соглашение, договор, никогда не заключайте договор с незнакомцами, да. И после чего оказывается дома, непосредственно в особнячке, где живёт сам. Да ещё и приводит своих приятелей, которые помогли ему, значит, смыться и провернуть всю эту махинацию. Приятели у него такие же древние божества, тоже довольно страшные. Там божество детоубийства, например, вот, какого-то неизвестного племени, которое так активно занималось этим самым делом, что, в общем-то, исчезло с лица земли, не успев ничего серьёзного, исторически масштабного совершить, да. Потому что нечего было поклоняться такому, извините меня, пугову. И вот эти вот довольно жутковатые создания, да, помогают Листячку в его планах. Дальше начинается веселуха, которую вам пересказывать не буду. Но вы, как понимаете, ничем хорошим для планеты это кончится. А ведь Артур, подписывая документ, выражал мечты и чаяния, как бы выступал от лица всего человечества. В этом-то и есть подвох, вы же понимаете. Вот. То есть, ну, очень-очень интересно, что же будет дальше на самом деле. И как выкурить теперь этих и так далее переселенцев. Начиная читать, например, «Лабиринт Минотавра», да, заглавный, вы удивитесь, насколько вольно Шекли обращается с некоторыми вещами, которые мы привыкли считать сами собой разумеющимися. Ну, не может у нас ТСА, безработный герой, который ищет подряд, да, значит, который, значит, в поисках заказа путешествует, остановиться, завернуть в салон и заказать там гамбургер. А для Шекли в порядке вещей. То есть, он смешивает густом специально. Переводчик аж примечание сделал на первой странице, потому что, ну, это смотрится довольно дико, да, что Шекли намеренно миксирует абсолютно несовместимые вещи. И там такого, конечно, пруд пруди, весь «Лабиринт Минотавра», это такой груто замешанный коктейль из реалий, деталей, осколков всех возможных времён, культур, значит, и так далее. И, в общем, сюжет тоже абсолютно не банален. В целом, что я могу сказать о книге? Книга, на самом деле, она подразумевает некоторое ироническое отношение к вот этим всем вот благообразным, величественным жанровым построениям, фэнтезийным или фантастическим, да, ну, потому что садовник в доме престарелых для божеств, который спрыскивает облако специальным закрепителем, потому что иначе всё это расползётся, и они все шмякнутся оттуда. Вот, значит, и что, это облако такое плотное, что на нём всё это устроено? Нет, конечно, говорит садовник Артура. Он говорит, я каждый день его опрыскиваю закрепителем специальным, из шванга, видимо. Ну вот, значит, это, конечно, ну, понимаете, да, я уже не говорю там об остальных деталях, их там море, я просто не буду портить вам удовольствие, пересказывая такие вещи. Вот, Шекли изобретателен, Шекли неутомимый фантазёр, он постоянно выдаёт на гора новые такие вещи, просто килотоннами, и быстро начинаешь понимать, что для него это не главное. Вот эти внешние спецэффекты, вот вся вот эта вот игра вот этими вот вещами, которые так раздражают в современной фантастике зачастую, ну и у Геймана тоже это проскальзывает, да, ему не так важна, ему важен сам посыл, да, сама миссия книги, да, в частности, о том, в чём смысл жизни, да, что такое добро и зло, и как нам быть со всеми этими штуковинами дальше на нашей планете. Вот, вот такой вот Роберт Шекли. Вечная классика, на мой взгляд. Спасибо за внимание. Роберт Шекли